так всем доброе утро дорогие друзья всем доброе утро понедельник осень осень пасмурно но человек живет в своем внутреннем мире человек живется в внутреннем мире и внутренний мир это мир мыслей то есть мы создаем тот мир в котором живем шалом дюрди нивня я кашат один шалом и дмитрий базанов и внутренний мир он создается из размышлений размышлений человека из его его представление о реальности и в этом в этом представлении реальности есть какие-то глубинные такие идеи да там вообще кто я зачем я почему я живу что для меня важно есть какие-то более детальные локальные такие идеи что я хочу кушать или что что я буду делать сегодня есть у человека какие-то воспоминания есть принципы есть правила и все это вместе все это вместе создает создает ту реальность которая чек находится например кто-то сейчас будет смотреть на вот эту пасмурную погоду и радоваться вот классно вот в такой же самый день когда-то выиграл миллион долларов лотерею ну например а кто-то смотрит на этот день и думает вот такой день там например утонул у меня кто-то не дай бог да то есть все внешняя реальность она она во-первых неоднозначно то есть она вроде бы однозначно но каждый воспринимает ее через призму своей внутренней реальности теперь поэтому мы изучаем тору для того чтобы внутри внутри создавать создавать фильтры создавать фильтры которые помогут правильно относиться к людям к событиям к возможностям и когда мы эти фильтры в себя устанавливаем это то что называется тора да это божественный фильтр то воспринимаем мир и себя через этот фильтр есть возможность возможность приблизиться к богу быть счастливым получать в этом мире больше радости и получить вечную жизнь то есть это очень такая такая интересная задача опять же если когда-то у человека появился на это запрос потому что ведь изначально формирование мышления форме формирование мышления она же была не под контролем каждого из нас то есть маленький ребенок он просто такой как компьютер на который окружающие записывают свои программы если человеку с детства не включили в него вот этот вот момент любовь к знаниям к развитию интерес какой-то да наоборот может быть чека обламывали все время он а почему это так там любопытно варваре нос оторвали или почему это так много будешь знать скоро состаришься и возможно что человек из-за того что ему с детства обломали его вот этот вот глубокий запрос а кто я где там он спрашивал например что такое хорошо и что такое плохо а ему сказали ты знаешь там вообще вопросы не задавай и побили еще да и у человека внутри образовался страх может быть да а как вот если я буду выяснять то то это будет плохо то есть у каждого из нас было свое с ни в коем случае такие вещи не пишите вот это фарук садхаджаев пожалуйста не пишите вот эти высказывания есть бог есть бог один это создатель мира и сравнивать меня с не давно с богом это как сравнивать стол со столяром ну даже не так то есть стол это стол я как стол а бог это создатель мироздания который вообще ну это даже мы не можем представить его представить осознать его величие хорошо теперь значит мы продолжаем изучать мишли это притчи царя салмона царь салмон был мудрейший из людей он получил великую мудрость от бога что что он был мудрейший из людей это бог сказал про него что он ха хамми коль а дам он был мудрейший из всех людей и он с нами в книге притчи делится своей мудростью давайте постараемся ее понять зачем мы дошли до того момента что говорит говорит царь салмон нам что сынок он говорит не ходи по путям со злодеями и даже останавливая ногу свою от их тропиночек от их тропиночек то есть тут интересно разница между путь и тропинка есть магистральные пути это вот у человека есть убеждение например там человек убежден вот что финансовый успех это важно и он хочет зарабатывать деньги это убеждение а тропиночка это а как это делать то есть убеждение тоже делятся на глобальные убеждения и на локальные убеждения и вот сказали нам царь салмонам сказал что со злодеями нельзя идти вместе не в глобальном не в локальном то есть нужно от них убегать как мы учили перте вот архет мишахенра отдались от плохого соседа вальти тхаберли раша и не присоединяйся к злодею вальти тяешми на поранут и ты тогда не отчаешься от расплаты это нам потом уже мудрецы перте вот разъяснили то что сказал нам царь салмон царь был намного раньше и это и это значит письменная тора и вот он сказал нам чтобы мы прямо не ходили с ними одними путями теперь дальше дальше он объясняет почему кироглеем лера яруцу что ноги их злодеев они к злу бегут и спешат они лишь бог дам и они спешат проливать кровь расскажу историю как один мой дальний родственник в 90-е годы заработал много денег заработала много денег и прям реально много стал миллионером очень быстро и начал заниматься дальше бизнесом когда у человека появляется 100 это нас царь сам он предупредил дальше мы изучим если человека 100 он хочет 200 есть 200 он хочет 400 есть 400 хочет 800 то есть потребности удваивается и вот значит этот мой дальний родственник у него он заработал миллионы а хотел заработать десятки миллионов и он взял 5 миллионов долларов и поехал в латинскую америку покупать покупать закупать там на закупку одного из товаров а там латинской америке тоже есть злодеи причем очень много это в латинской америке очень много убивают там по количеству убийств на душу населения это чуть ли не самые первые места в мире и там таких вот ищут прям реально ищет он приезжает с деньгами эти деньги он вкладывает в товар дает предоплату и оказывается что это были мошенники которые забрали забрали эту всю сумму забрали всю сумму и он потерял эти деньги 5 миллионов а там было 200 тысяч чужих то есть кто-то ему дал в деньги и он не учил тору на то время нам было тора недоступно и мы не знали он не знал я не знал тоже как правильно в этой ситуации поступить и не было раввинов то есть мы не знали что можно пойти узнать что по этому поводу говорит тора по поводу денег вот например это же очень интересная ситуация если вы едете закупать товар и кто-то вам говорит возьми пожалуйста купить для меня и дает вам какую-то сумму и вы поехали вас обманули должны ли вы должны ли вы возвращать ему деньги или не должны я не знаю точно закону мне кажется что по торе не должны так как вас обманули и вы потеряли свои деньги и его и в этом не было вашей вашего злого умысла и не было вашей небрежности да то есть вы охраняли деньги и вас просто ограбили в этот момент вы не должны отдавать насколько я помню но тот человек а мой родственник не знал это человек не знал это чья говорил верни деньги верни деньги а мой родственник говорил что я не могу вернуть деньги то есть у меня украли огромную сумму и у меня и украли ограбили я хотел тебе сделать добро и помочь тебе тоже заработать но я не могу сейчас в общем то человек обратился к бандитам пришли бандиты ему говорят знаешь было там 200 а теперь верни 400 тысяч он говорит к ну я же не виноват они говорят нам разницы нет это наша работа значит верни 400 он тоже пошел к бандитам бандиты пришли и говорят мы отмазали от тех бандитов сегодня не бойся но за это ты должен заплатить уже не 400 а 800 он говорит как 800 они говорят но так 800 но как бы не переживай мы понимаем что у тебя сейчас бизнес плохо идет давай так давай так мы тебе даже не будем сейчас эти 800 у тебя брать мы тебе наоборот поможем раскрутиться вот тебе еще миллион вот тебе еще миллион мы твои партнеры и он тогда тоже не знал не учил он эти притчи царя соломона что нужно от них убегать написано сынок не ходи по путям с ними и останови ногу от всех их тропиночек почему 16 отрывок потому что их ноги они бегут прям козлу они на это обучены то есть это их работа это их суть их ноги бегут козлу и спешат они проливать кровь то есть есть между ними и обычными людьми разница то есть тот кто стал на путь зла он готов украсть ограбить убить и у него есть преимущество перед человеком который не встал на путь зла потому что обычный человек он боится украсть ограбить убить и с ними очень тяжело взаимодействовать у них больше преимуществ и в общем вот мой это дальний родственник он попал серьезную такую переплетку но они очень красиво говорили и они дали ему деньги и он успокоился и начал опять зарабатывать зарабатывать но они сказали что смотри мы же не можем мы не можем просто так ну без контроль на это делать давай мы поставим людей тебе в компанию чтобы они следили за тем как это все происходит поставили людей прошло три месяца 17 отрывок в притчах он звучит так тихинам мизора мизора орошит бн коль балькана значит звучит 17 отрывок так просто так рассыпают семена под сетью думает птица которую ловят так царь сам он он в семнадцатом отрывке он нас хотел научить что птицы которых ловят им вначале дают кушать их подкармливают и когда птицы когда птицы они кушать еду и думают что классно вот повезло и рыбы также думают когда их подкармливают перед тем как ловить и они думают что все это просто так но это их как раз подкармливают чтобы чтобы поймать если бы он учил этот семнадцатый отрывок в первой главе то он бы призадумался а почему они так дают ему много денег почему они таким образом с ним хорошо себя ведут почему они наверное они его сейчас подкармливают чтобы хлопнуть но он этого не знал потому что он не учил восемнадцатый отрывок в восемнадцатом отрывке написано в м лидомом ярову они крови как бы делают засаду чтобы пролить кровь и цпину ли на вшу там они они подстерегают души прошло три месяца прошло три месяца его вызывают в кабинет а он как раз он еврей как раз ну не хочу может ему не то история и они он очень интеллигентный человек очень умны и они его вызывают и вызывают значит говорят позови пожалуйста все руководство компании вышли пришли они эти бандиты они говорят там директор операционного кампании там такое да такое то да мы вам хотим подарить квартиру вы прекрасно работаете бухгалтера мы вам хотим подарить машину вы прекрасно работаете еще кому-то там ключевым сотрудникам, мы вам хотим подарить еще что-то, дали им всем ключи, квартира, машины, они уходят, была крупная компания, а вам, сказали они моему дальнему родственнику, большое спасибо, до свидания, вот документы, перепишите, пожалуйста, компанию на нас, он говорит, как, они говорят, а послушай, если есть вопросы, поехали, уже могила вырыта, и все, если бы он учил вот эти вот 17-18 отрывки первой главы, то возможно он бы, он бы знал, что их суть, они заточены на то, чтобы грабить и чтобы убивать, и когда ты с ними вступаешь даже в бизнес, есть большой вопрос, чем это закончится, вернее, даже не вопрос, а царь Соломонов сказал, что вопроса нет, нет вопроса, закончится это плохо, и он в 19-м отрывке нам говорит одну такую фразу, которая очень, она относится не только к преступникам, она относится к каждому человеку, он говорит такую фразу интересную, 19-й отрывок, Ти орхот коль боцея беца эт нефеш баалав иках, потому что дословно переводится пути, коль боцея беца это жаждущие наживы, эт нефеш баалав иках, душу хозяина заберет, здесь можно понять двумя, двумя путями можно понять этот отрывок, первый отрывок, вот человек хочет денег, да, я, например, тоже очень люблю зарабатывать, и с детства любил, и всегда любил, у меня очень сильно развит этот момент, что надо работать, надо зарабатывать, прямо такая прошивка с раннего детства, теперь к чему это приводит, что я работаю день и ночь, и мне уже не важно, что, слава богу, есть деньги, слава богу, все хорошо, но я работаю день и ночь, создаю, создаю, работаю, то есть зарабатываю и стараюсь, то есть у меня, когда говорится, что жаждущие наживы, вот эта жажда наживы забирает душу человека, имеется в виду, что я 90% меня в работе, там, ну, может не 90, 80% меня в работе, это первое значение, когда говорится, что таковы пути всякого жаждущего наживы, то есть я как-то для себя делал такое упражнение и думал, вот, а просто, если бы у меня не было желания зарабатывать, вот просто я бы отказался и сказал бы, все, мне достаточно там вообще вот вода, хлеб и все, как бы я строил свою жизнь, вообще по-другому, то есть если выключить вот эту вот Буцея Беца, жаждущий наживу, если у себя выключить вот эту вот штуку, особенно, когда человек уже добился минимального обеспечения своих жизненных потребностей, просто выключить вот эту потребность наживы, совершенно меняется взгляд на жизнь, вообще полностью меняется, значит, но тот, кто жаждет наживы, это душ его забирает, а второй вариант, второй вариант, это, второй вариант, я когда-то читал такую историю, что в Калифорнии работала банда преступников, 4 человека, они вычисляли тех людей, которые в 90-е годы, они каким-то образом заработали деньги, и были такие люди, которые уезжали, то есть они понимали, что бывший Советский Союз, 90-е опасное место, и они с деньгами уезжали в Америку, тогда еще было достаточно просто вывозить деньги, прятать деньги, и они приезжали с огромными деньгами в Америку, и у них они были обычно и наличными, и так, и так, то есть это были такие серые деньги, и вот эти 4 человека, они украли и убили 12 богатых людей, они их воровали, дальше они требовали у семьи выкуп, брали выкуп, там сотни тысяч долларов в миллионы, брали выкуп, и убивали, и вот они убили, там 12 человек они убили, это второе значение, когда каждый, кто жаждет наживо, он никогда не думает, что вот то, что он зарабатывает, 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 становится для какого-то типа людей, которые, их профессия, профессиональные злодеи, которые профессионально грабят, они наоборот начинают, они наоборот начинают, как бы эти деньги, они приводят их к опасности, то есть не было бы этих денег, они были бы живы. Это вот второе значение, второе значение девятнадцатого отрывка, так пути каждого жаждущего наживы, нефеш душу хозяина его заберет. И третья история, это интересно из моего детства, то есть как складываются у человека взгляды на жизнь. У нас было в советское время, у родителей были друзья, вот они очень ярко отличались от всех остальных знакомых моих родителей, они были очень богаты. Это было советское время, там, восьмидесятый год, еще может до восьмидесятого года, мне было семь примерно лет, и вот мы приходили к ним домой, я просто такого никогда не видел, у них были там магнитофоны бобины японские, ну то есть это было просто вот музей. И он работал в каком-то, ну, в государственном концерне, но он брал взятки, там была целая в Харькове, потом раскрыли, в Харькове раскрыли целую группу, там несколько человек расстреляли, они каким-то образом в советское время могли зарабатывать миллионы тогда, миллионы они зарабатывали, и потом, когда их раскрыли, несколько расстреляли, его посадили на десятки лет, и он в тюрьме умер. Я вот все свое детство слышал, как моя мама говорила папе всегда, Боря, никаких нам денег не нужны, только чтобы ты спал спокойно, я спала спокойно, чтобы нам не нужны никакие деньги, вот она отцу не давала, даже у нас не было машины, дачи, хотя отец тоже был замдиректора завода, но у нас не было ничего, то есть он жил строго на свою зарплату, без всяких дополнительных возможностей заработка, потому что вот я все время слышал, вот что нам не нужны деньги, нам не нужны деньги, но интересно, на меня это произвело прямо противоположное впечатление, и я все детство внутри, так как мне не хватало, я хотел деньги, и я сам себе говорил, а мне нужны, а мне нужны, а мне нужны, и с тех пор я включился вот в эту историю, что мне надо зарабатывать деньги, и не факт, что, как нам сказал царь Соломон, что эти деньги приносят человеку большую пользу. Все, на этом мы останавливаем сегодня, сегодняшний наш урок, то есть мы изучили сегодня три отрывка, три отрывка мы изучили, значит, даже четыре, шестнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый, значит, что мы, и девятнадцатый даже, что, какой вывод можно из этого сделать, что, первый вывод очень интересный, что царь Соломон начинает нас обучать Торе, но именно с понятных вещей, то есть он не говорит сразу, не ешьте креветки, он не говорит сразу, там, соблюдайте шаббат, он говорит простую понятную вещь, есть мир зла, есть люди, которые преступники, есть грабители, и он говорит, не связывайся с ними, и это более-менее понятно, не более-менее, это реально понятно даже ребенку, что если у тебя кто-то что-то забирает, это больно и неприятно, и ребенок, он тоже может на себе почувствовать, насколько больно и неприятно, когда забирают у тебя, также больно и неприятно, когда забирают у других людей, и что это зло. И вот отсюда начинается изучение Торы с понятного примера, с понятного даже ребенку примера, что такое зло. Вот, да, дай бог Ирина, да, чтобы было папе там на небе рай. И да, такое бывает. Все, дорогие друзья, удачи, успехов. И сделайте свои выводы. И давайте больше изучать Торы. Все. Счастливо, удачи, успехов.